На Яворовском полигоне во Львовской области состязались военные. Они боролись за звание лучшего разведчика Украины и за денежный приз. Галина Якушко обо всем подробнее. Яворовский полигон. Пять взводов десанта, морской пехоты, сухопутных войск Одесской военной академии и Насгвардии соревнуются кто лучше. Это озеро полигене разделяет лагеря двух конфликтующих сторон. Группа дозора отправляется разведывать территорию противника с оружием и амуницией. Нужно переплыть озеро не только на скорость, но и остаться незамеченным. Куда плыть? Разведчики ориентируются по огню, который разожгли в лагере оппонентов. Добраться к берегу нужно, не утопив амуницию и оружие. А это несколько десятков килограммов веса. Противник тем временем не дремлет. Убедится, что на подступах к позициям чисто отправляют дрон. Остаться незамеченными только одно из испытаний для разведчиков на берегу условное минное поле. Уцелеть на нем удается не всем, есть раненые. Часть разведчиков, которые принимают участие в состязаниях, уже не раз бывали на передовой. Выполняли боевые задания, но здесь, говорят, получают иной, очень ценный опыт. Кроме форсирования водоема, разведчиков ждали нескольких типов испытаний, в том числе обустройство засад и корректировка артиллерии. Полученные навыки помогут им выполнять задачи на Донбассе, уверены командующие. По речке Северский двенец идет линия размежевания. И, в общем, мы должны держать на готовом подготовленных разведчиков, которые могут видеть, слышать и узнать все, что нужно для нашего военного командования. Четыре дня испытаний и лучшие военные разведчики Украины определены. Как бонус, три команды победителя разделили между собой призовой фонд. Денежное вознаграждение в состязании составляет более 200 тысяч гривен. Галина Ивпушк, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интерлевовская область. Денежное вознаграждение в состязании составляет более 200 тысяч гривен.